Я вас приветствую, коллеги. У нас сегодня с вами опять встреча на тему, как же нам устроить внутреннее, да и внешнее, в принципе, взаимодействие наших сотрудников внутри и общение с нашими клиентами извне. Как это все структурировать так, чтобы функционал работал четко, эффективно и без каких-нибудь серьезных сбоев, что и давало бы возможность получать прибыль бизнеса или проекта или организации, потому что для этого это все и создавалось. Но человеческий фактор имеет место быть и играет, как бы мы того ни хотели, как бы мы от этого не уходили. Самый главный, самый актуальный на сегодняшний момент. Вот такой, как бы я сказала, удивительно случайный, а иногда даже неожиданный и не всегда положительный потенциал. Вот на эту тему сегодня мы с вами и поговорим, потому что если мы друг друга плохо знаем, то всегда обретаем последствия, которые с периодичностью доставляют нам достаточно много всевозможных препятствий, несуразец и закрывают те или иные перспективы. Итак, наша с вами сегодня обычная встреча. Я отвечаю на ваши вопросы и очень надеюсь, что ответы мои и наши вам помогут и улучшат качество вашей жизни и, самое главное, условия вашего труда. Ирина Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Нужно нанять сотрудника, который несет материальную ответственность. Как проверить его честность на собеседовании и убедиться, что он не будет воровать деньги компании? Ну, начнем с того, что за одну беседу вы никогда не сможете этого понять, как бы красиво и достойно о себе человек ни говорил, или наоборот, получив на него или за него рекомендацию, все равно будут присутствовать сомнения. В любом случае, любая наша работа заключается в том, что мы... В принципе, сажаем рядом более надежного человека и пытаемся по микродействиям, по каким-то таким своеобразным ответам на вопросы получить степень лояльности. Хотим мы того или не хотим. В принципе, это воспитательная система, взятая из семьи, которая гарантирует разрешительную базу, человек будет воровать или не будет воровать. И это все взятое из семьи. Если там это не было обыденностью, я бы так сказала, то тогда и посылов не может быть. Это первая категория. Вторая категория, когда у человека собственные желания не особо исполняются, а внутренние представления кино иллюзорного, что вот сейчас и многое сразу, имеет место быть, то тоже нюанс, который достаточно серьезно влияет на взаимоотношения. Так что брать человека из вне и сразу сажать на финансовую какую-то обременительную ответственность, это не очень верное решение. В любом случае в компании должен быть человек, который так или иначе уже имеет опыт работы, спокойное отношение к деньгам, к чужому ресурсу, которым можно оперировать. Это как операционисты в банках. Это воспитывается, в принципе, и самое главное, фундамент, взятый из семьи, как отношение к деньгам и как разрешительная база, играют достаточно серьезную и немаловажную роль. То, что посадите рядом кого-то, кому вы доверяете, и кто не имеет такой пресловутой внутренней зависти и жадности, это тоже очень хорошо видно. То есть мы всегда с вами можем посмотреть на микродействия человека, на его ответную реакцию, на какие-то те или иные неожиданные вопросы или предложения, и нам сразу понятен будет внутренний мир. Ну и еще одна такая история, когда вы в принципе любого человека, который так или иначе связан с финансами, будете выводить из равновесия, он может вам показать своего рода маску, то есть того человека, который внутри него имеет огромное значение, то есть тот, кто им руководил, кто для него является примером для подражения. А потом, если вы спросите, кто это, то можно сразу определить опять-таки уже бессознательно, но достаточно серьезную внутреннюю вот эту ролевую составляющую, как свойство, которое взято на человека, и посмотреть, насколько это актуально, потому что мы с вами при напряжении, при какой-то неразрешимой на первый взгляд задачке всегда предлагаем для рассмотрения ту или иную маску, которая будет являться, знаете, как ориентиром, руководителем этой ситуации, в которой окажется человек. Так что с разных сторон подходите к тому, кого вы хотите принять на работу на денежную, материальную должность, и понаблюдайте со стороны, поставьте рядом человека, который просто будет очень внимателен, то есть ориентация такого человека по взгляду, по его способу взаимодействия – это двигательная система. Очень просто по микродействиям определить человека, вот именно как он будет себя вести, потому что это сопровождение, это важно, и человек должен понимать, что это чужие деньги, то есть у него внутри не должно зарождаться зерна зависти, жадности и такого скрытого желания, как бы там, то есть заморачиваться ему должно быть не позволено. Ну, то попробуйте, как сориентировать того человека, которого вы хотите взять, в принципе, на денежную должность. В компании есть сотрудники, которые плохо справляются со стрессом. Например, когда вышел закон, и нужно срочно внести правки и доработки, они сильно волнуются, и эффективность их работы очень низкая, в то время как другие тоже волнуются, но при этом решают задачу. Что может сделать Эйчар? Ну, во-первых, распознать человека, который испытывает стресс. А у нас их два, да? Мы в основном испытываем стресс при громком голосе или при какой-то неожиданности, когда нужно срочно саккумулироваться и за короткий промежуток сделать что-то такое важное, ёмкое и самое главное – точно. Если навык делания при стрессовой ситуации или при изменённых условиях не развит, то есть не наработан, как рычаг, который даёт возможность сконцентрироваться, сократить время и произвести изменения, то этого человека можно научить. Если человек просто от любого громкого звука, от любого повышения голоса выходит из себя, то чаще всего мы с вами можем наблюдать такую, ну, уже не очень человеческую реакцию или ступор, когда невротическое состояние, человек не может быстро соображать, у него мышление не настроенное, и он пытается найти выход, и застывает, просто человек обездвиживается. Мы можем увидеть с вами реакцию истерики, когда человек начинает или много разговаривать, или плакать. Мы можем видеть с вами реакцию психоза, когда человек выскакивает, то есть не держит напряжение, ему проще выскочить, нежели чем вообще о чём-то разговаривать. Или совсем грустная реакция, когда человек вообще не понимает, о чём вы что-то хотите ему донести и что нужно сделать. Это не наработанные модели, это, я бы лучше сказала даже, это животные модели. И это люди, чисто исполнители, и могут выдержать массу информационную или массу командную до определённого момента. Почему важно создавать внутри компании, в подразделениях, в отделах, те или иные неожиданные ситуации и смотреть на реакцию человека. Потому что лучшей тренировки, как создать и сделать, создать и сделать, ничего больше нет. Мы тренируемся, мы обретаем каждый раз навык, который впоследствии становится устойчивой моделью и даёт нам возможность дальше и дальше в будущем срабатывать нужными рычагами, нужными навыками. Но без тренировки этого сделать нельзя. И ЧАРО прежде всего нужно увидеть человека в той или иной стрессовой ситуации, чтобы сделать верный вывод, что можно доверить, при какой мере ответственности. И самое главное, посмотреть, какая же это будет реакция. Мы все люди, мы мало чем сейчас заняты, кроме работы и нагрузкой. Но есть люди падающие, есть люди двигающие, а есть люди убегающие. Вот вам нужно точно разделить своих сотрудников по их поведенческой модели и точно понимать, кто справится, а кто не справится. А в нормальном, обычном состоянии рабочего режима, в принципе, человек выполняет взятые на себя обязательства, то есть должностные обязанности. И если он не будет стрессовать, то так или иначе он будет выполнять. А при стрессе вы должны точно знать, кто как будет реагировать. Недавно руководитель отдела персонала прошел обучение по выстраиванию HR-процессов. Изменения коснулись моего блока работы и есть моменты, мне непонятные. При попытках выйти на разговор мне ответили, что так надо, что это советы обучающей организации. И на этом все. Как мне достучаться до руководителя и получить информацию? Я думаю, что это какой-то мини-эксперимент, который гарантирует умение держать стресс и предрасположенность или умение к самостоятельному обучению. Если вам руководитель не дал такой информации, значит, по отношению к вам ведется, наверное, какое-то наблюдение по соответствию, по какой-то рекомендации или характеристики, вы просто возьмите ту информацию, которую вы получили, и попробуйте ее проанализировать из других каких-то источников. Для того, чтобы конструктивность вашего диалога с вашим руководителем была более с вашей стороны компетентная. То есть не дайте мне, не разъясните, не покажите, а придите с тем, что вы смогли выяснить на основании того, что вы уже имеете. И тогда и вы в глазах руководителя будете достаточно хорошо смотреться. Это первое. Второе. Ваша уверенность, ваше внутреннее состояние уравновешенности даст вам возможность мало того, что хорошо выглядеть в глазах руководителя, но и получить то недостающее, что вы не нашли, то ли из открытых источников, то ли из книг каких-то, то ли из программ, в зависимости, какую информацию вы будете искать. То есть уважайте себя. У вас есть время для того, чтобы разобраться хотя бы в одной трети той информации, которую вы получили. Это самое лучшее будет. И вы будете себя уважать за то, что позволили себе сделать так, а не ходить и не просить о том, что дайте, дайте и дайте. То есть инициатива и изобретательность. После перехода на удаленку некоторые сотрудники стали работать хуже. Упала мотивация. Руководство перевело их на гибридный график работы, но они недовольны, так как нужно снова ездить в офис. Что может сделать HR для повышения мотивации? Ну, во-первых, поговорить с человеком не все такие ответственные, да? И на сегодняшний момент, к сожалению, все люди живут, тем более наемные работники, живут выгодными моделями поведения. И тогда с ними нужно разговаривать о результативности, о выполнении каких-то поставленных задач и не очень сильно контролировать по времени в течение дня. То есть задача приоритетна, а когда человек это будет делать? Ну, это уже оставляем за кадром. Допустим, до среды данный проект должен быть сделан. Отчет должен быть в конце дня, в конце недели. И тогда вы даете возможность человеку гибридности времени из расчета временного и рабочего порядка. Он может ночью поработать и днем заниматься своими делами. Но фиксация именно по времени, по отрезку времени, когда и что должно быть с ним сделано, у него, вернее, должно быть что-то выполненное, сделанное, должно быть приоритетно. Все остальное, да, конечно, это все расслабляет, но если нет не столько контроля, потому что на контроль мы всегда реагируем сопротивлением. Нам нужно качественное, классное, эффективное управление процессами. А управление процессами – это прежде всего время. Отрезочное время, периодика, какая-то циклически повторяющаяся история, где человек просто привыкает со временем, имеет, взращивает в себе привычку постоянства делать какие-то такие сопроводительные процессы. Если этим ИЧАР не будет заниматься, то пойдут кто куда, кто в лес, кто по дровам. Так что ИЧАРу, в принципе, нужно научиться преподносить человеку задачу так, чтобы координация по времени, по промежуткам была привична. То есть согласование нахождения в домашних условиях никак не должно отражаться на том проекте или на тех задачах, которые ваш сотрудник выполняет. Но фиксация должна быть по времени. Это основное условие. Занимаюсь подбором IT-сотрудников. По некоторым позициям есть небольшое тестовое задание. Некоторые соискатели требуют деньги за его выполнение. О чем это говорит? Стоит ли рассматривать таких людей на наемную работу? Ну, это говорит о том, что другие компании, наверное, используют таких людей в своих корыстных целях. И человек уже несколько раз обжегшийся, он уже не пытается работать бесплатно. Это неплохой вариант для прояснения знаний, глубины, допустим, вашего соискателя. Но это не должно преподноситься как обязательное условие. Допустим, давайте мы посмотрим с вами. Давайте как. Или как система стартапов, опять повторюсь, работает. Стартап это то новое, там, один-два элемента, которые берутся, вставляются в какой-то процесс для того, чтобы понять, нужно ли, не нужно ли это потребителю. Но, в принципе, и вы так можете поступить. У нас вот такая задача. То есть завести с человеком диалог, который его вовлек бы, заинтересовал бы тем, чем ему придется заниматься. Но на сегодняшний момент возникла вот такая то ли ошибка, то ли какое-то непонимание. Как вы думаете, как вы считаете? То есть человек, вовлекаемый вами в процесс решения какой-то задачи, он должен видеть, что вы им заинтересованы. Если вы бросаете что-то ему сделать, то если действительно хороший специалист, он скажет, да спасибо, не надо, потому что вы же тоже у него не первый чар, который пытается вести с ним собеседование. То есть здесь равные условия. И в зависимости от того, каким способом вы предложите провести ту или иную работу или тот или иной тест, и будет зависеть ваша коммуникация. Останется этот человек или не останется. Это первое. Второе, вы точно узнаете, насколько глубокий ли тот специалист с тем количеством знаний, который вам нужен. Или вы сразу поймете, что это нет, не пойдет, потому что опять мы начинаем говорить про мимикрию, опять мы начинаем говорить про тембр голоса. Когда человек знает, он говорит, да, вопрос о мне. Когда он не знает, он задает кучу вопросов, чтобы скрыть свое незнание и чтобы вы не догадались, что он не очень компетентен. Когда вы проводите собеседование, вы должны вовлечены быть с человеком в один общий процесс, что и даст вам понимание как коммуникабельность его, так и профессионализма. Вопросы закончились. Я с вами прощаюсь. До будущей встречи. Давайте учиться вместе. Это классно, достойно и не так суко и технично, как, собственно говоря, сейчас это навязывается. Но все люди эмоциональные, чувствительные, умирать никто не собирается ни в плане физической, а в плане смерти эмоциональной, внутренней. И чем чище, наверное, чем интереснее, чем продуктивнее и правдивее мы будем с вами общаться, тем конструктивнее, изобретательнее, перспективнее будет не только наше с вами общение, ну и ваше сотрудничество на работе и ваши профессиональные качества. Всего вам доброго.